Я бы хотел сегодня отдельно поговорить о простых методах исцеления себя, для того, чтобы вы могли пользоваться этим и пользоваться быстро. Хотите, я вас научу? Какие существуют быстрые методы очень быстро привести себя в норму? Как добавить себе энергии, как лечить такие заболевания, которые врачи лечат долго, а вы можете в домашних условиях лечить за несколько часов, дней и так далее, помогая себе и близким. Итак, в случае, если у вас растяжение, в случае, если у вас есть какие-то проблемы, связанные с тем, что там порвалась ткань где-то, растяжение мышцы, не срастается перелом и так далее, то есть плотная ткань. Смотрите, нужно использовать метод, который называется метод глины. При этом этот метод глины используется в двух частях. Первая работа с белой глиной и вторая работа с красной глиной. Как это все выполняется? Итак, первое, если у вас не сращиваются мышцы, не сращиваются сосуды, есть варикозное расширение вен, также нога синеет, вам нужно использовать метод белой глины. Каким образом это делается? Мысленно представляете, будто в правой руке вы держите прямо кусок белой глины. Мысленно после этого, не мысленно, а прямо вот так бросаете на тело человеку эту белую глину, закрываете глаза и представляете, будто вы ее вдоль кости размазываете, намазывая прямо на кости, на стопу или на колено и на бедро или на позвоночник, на что-либо еще. Представляете, делается это так на вдохе-выдохе, побросал и после этого размазал. Поняли? Побросал, размазал. Эффект потрясающий. Я говорю вам это серьезно. Мысленно, сколько выполнять? Одной, двух, трех минут достаточно для того, чтобы на протяжении где-то 12-13 часов происходил эффект лечения. Себе можно, да. А если орган? Бывают органы поражаются, то есть есть фиброз органа, особенно для поджелудочной железы, потому что железы, как правило, они перестают работать на фоне разрушения своего. С железами, а также с плотными органами нужно не работать с белой глиной, а работать с красной. Представляете поджелудочную железу, после этого представляете, будь то держите красную глину, точно так же бросаете и точно так же ее размазываете. Мысленно представляю поджелудочную железу в виде трубы, которая лежит перпендикулярно, прямо под диафрагмой. Понятно? Не ошибетесь, все в порядке. Если вы где-то мысленно накидаете не в то место глину, то ничего страшного, ничего такого страшного не произойдет к радости. Понятно? А если голова? Если голова нет, здесь с головой чуть-чуть по-другому я расскажу сейчас, как с головой. То есть это можно делать с плотными органами и с полыми органами. То есть там, где есть кость, кость восстанавливается белой глиной, кожа восстанавливается белой глиной, а внутренние органы и железы внутренней секреции восстанавливаются красной глиной. Поняли, да? Разница это щитовидка, красная глина. Дальше, а что такое узлы? Оказывается, узлы правильно люди называют узлами, потому что это тромботизация, которая происходит за счет появления, я не знаю, гематом каких-то, а также каких-то там воспалений нервной ткани. И это все формирует узел. Но если это узел, то что нужно сделать? Узел развязать. Правильно. Представляете, будто у вас на месте, где находится узел в груди или на месте, где находится узел в шее, щитовидке, еще где-то там в яичнике, в матке. Представляете, ставите руки напротив этого места и представляете, будто вытягиваете из узла нитки. Представляете, будто узел это клубок. При этом клубок не простой, а завязанный, перепутанный немножко. И пробуйте вот так вот, одну нитку, вторую нитку, по чуть-чуть развязывать и вытягивать. Сколько это делается? 4-5 минут будет работать с вашим узлом на протяжении 6-7 или 8 часов. Поэтому каждые 8 часов можно представлять, будто вы вновь развязываете такой узел. У вас есть заболевания почек, полечить вас несложно. Оденьте на левую и правую руку синие нитки. Синие нитки. Носите синие нитки на правом и левом запястье, очень быстро вылечите почки. Делать? Ну и что скажете? Сразу же исчезает отек, вы представляете, потрясающе. У вас были любые. Главное цвет, чтобы был синий. Если у вас заболевания щитовидки, оденьте желтую нитку на шею. Носите ее на шею. Если у вас есть заболевания мочевого пузыря, недержания мочи или циститы бесконечные, оденьте толстую желтую нитку на поясницу и носите ее на пояснице не менее полутора-двух месяцев. А вот в случае, если у вас есть заболевания позвоночника, оденьте зеленую нитку, обмотайте ей поясницу и носите на себе тоже. Залежите на 38 узелков в конце и носите на себе на протяжении хотя бы 2-3 месяцев. Зеленая нитка помотать? Нет, желтую на один узел достаточно. Желтую на один узел. Желтую нитку лучше брать, шерстяную и толстую. Там особенность, чем толще, тем быстрее идут циститы и заболевания почек. Дальше, в случае, если у человека есть гипертоническое заболевание сердца, то нужно одеть на правое запястье, связать в узелок 3 ниточки красного цвета, не в узелок, а между собой, как косичку, и одеть на запястье с правой стороны. Поняли? На запястье. И тогда не будет подниматься давление. На запястье с правой стороны на правую руку нужно связать в виде косички 3 красных ниточки. И после этого вот так обмотать вокруг руки. Если давление очень высокое, 4 ниточки используют. Если давление среднее, 3 ниточки. Если такое себе, то 2 ниточки красных, да. Сплести в косичку? Сплести в косичку. Ниточку однородную нельзя носить на руке. Можно носить только сплетенную из нескольких частей. Поняли? Или вы, если спина, на поясницу тоже сочетать? Нет. Если на поясницу, 1, 2, 3 слоя там можете. А синие можно одинаковое, да? Если на щитовидку желтый цвет на шею. Если у вас почки болят на обе руки, синие ниточки. Если у вас позвоночник болит, зеленую ниточку на поясницу, да. 3. А если болит у вас горло, что вам необходимо делать? Если у вас болит горло, мысленно представляете, будто это горло у вас красное, огненное. Как будто металл раскалили. И представляете, будто вы на 1, 2, 3 делаете это горло, как будто сверху на нем кусочки льда. И после этого мысленно, прямо вот так пальцем обстукиваете, пока лед не отпадет. Поняли? Прямо мысленно. Если так сделаете 4-5 минут, то после этого данный метод будет с вами работать 5-6 часов. То есть, если у вас горло болит, вот так вот поделайте, это очень хорошо помогает. Дальше. А если есть трофические язвы или если есть где-то изъязвления какие-то, нужно вдыхать воздух так, через рот, чтобы во рту получилось ощущение, будто слюна сладкая. Как будто слюна сладкая. Но не глотать, а выплюнуть ее и вот это место смазать вот такой сладкой слюной. Поняли? Также геморрой, если он уже обострился и находится где-то в месте досягаемом, то можно точно так же делать вот так вот со слюной, после этого вот так выплевать, брать и точно так же смазывать. Это действительно очень сильно, очень хорошо помогает. Нужно втянуть воздух так, чтобы язык был возле губ и появилось ощущение, будто на вдохе у вас слюна становится как сладкой. Вот поделайте так, появляется такое ощущение. Нет, язык не доставать. Язык там возле губ сзади находится. Вы втягиваете воздух медленно через губы, сложенные трубочкой. Вот так. А язык сзади шевелится вот таким образом, слева направо. И у вас появляется ощущение, будто во рту у вас сладкая слюна. Получается, да? Сладкая слюна, ее нужно выплюнуть и обработать раны или открытые язвочки. Сразу же помогает. Оно так потрясающе помогает, просто невероятно. Остановить кровь необходимо вот так. Берете букву ОК левой рукой, ставите два пальца с правой рукой, вот так вот сверху. И после этого на место, где есть кровотечение какое, любое, по рестам или еще что-то, несколько раз очень сильно дуете. Можно дуть и пальцы ставить вот так, видите? А можно и вот так. Правильнее вот так, видите? Правильнее вот так. Кровотечение из носа остановит. Да, кровотечение из носа остановит. Кровотечение маточное остановит. Кровотечение маточное, знаете, вызванные там сбоем гормонов. Их очень сложно остановить. Вот так остановить возможно. Каждые 4-5 часов дуете на протяжении дня 6-7 раз. Прям садитесь возле ног женщины, у которой маточные кровотечения. Просите, чтобы она чуть-чуть расставила ножки, она должна сидеть в одежде. И после этого, вот так, как я показываю, дуйте туда. Пять раз. После этого через полтора-два часа делайте еще раз, через полтора-два часа еще раз. Обычно двух дней хватает, чтобы маточные кровотечения завершить. А если нет месячных, то тогда можно пальцы заменить. Берете правую руку, сверху два пальца, левой руки, и точно так же думаете, дуете, они начнутся. Не может женщина выносить ребенка. Что делать? Берете розу, насыпаете сверху на розу, в бутон. Берете розу. Итак, если есть женщина, и она не может выносить ребенка, нужно сорвать бутон розы, или купить розу. Отрезать верхушку. После этого эту верхушку туда насыпать зерна риса и зерна пшеницы. После этого связать так, чтобы она не распускалась. Завязать тряпкой и положить у изголовья кровати, где живет, где спит ваша рожница. Ну, будущее. И тогда вот сколько будет лежать платочек, столько выносит. Когда перед тем, как рожать, вот допустим, сегодня уже должна рожать, нужно платок развязать. Если женщина не может родить, что делать? Нужно рисовать правой рукой цифру 4. Поняли? Цифру 4 на животе. Если рисовать цифру 4 вот так вот на животе, то в любую сторону. Все равно, в какую сторону. Ну, лучше так, чтобы цифра 4 рисовалась вот так. По правой стороне начало, а с левой стороны ножка. По правой стороне начало, а с левой стороны ножка. Поняли? Вот так, цифра 4. Прямо ручкой. Сама себе. Сама себе может рисовать, может кто-то ей нарисовать. Редактор субтитров А.Семкин.